Дамы и господа, итак, вы провожаете наш турнир. Логическое завершение соревнований, финальные поединки начинаются. Давайте зовёмся в аплодисменты. Уважаемые зрители, сейчас мы с вами будем смотреть финальные поединки. Со мной будет комментировать вновь президент Федерации Панклатиона города Москвы Дмитрий Зарчиков и Мурат Магомедов из команды ДАК «Файтер», участник первого финального поединка. А сражаться он будет с Гусейным Халиковым, спортивным клубом имени Базарганова. Формула боёв будет два раунда уже по пять минут. С возможностью экстра-раунда при ничельном результате. Дмитрий, такой вопрос. Все ли финальные поединки состоятся или кто-то снялся? Не знаете? По моей информации, все финальные поединки состоятся и в полном объёме. Напоминаю, что финальные поединки проходят по правилам профессионального панклатиона, где разрешены не только удары руками и ногами, но также локтями, коленями и головой, в том числе и в полном объёме, в том числе и в парке. Кстати, Мурат Магомедов 1995 года рождения. Спортсмен совсем молодой, нету и 20 лет. То есть, я думаю, недавно перешёл из юниорской возрастной категории. Мурат Магомедов против Халикова Агусена. Агусен Халиков постарше 1991 года рождения. То есть, уже, в принципе, 20-летний такой рубеж прошёл. Уже там около 23 лет, получается, Халикова. Ну, то есть, видно, что уровень бойцов достаточно высокий. Уже даже по первым... Ну, по первым минутам этого боя. Вот сейчас выходит на гильотину Магомедов. Ну, так вышел ненадолго, конечно. Спортсмены борются около сетки. Пытаются перевести своего оппонента в партер и там контролировать, развивать атаку. Да, ну, мы видим, что начало до поединка проходят стойки. То есть, ну, никто не хочет падать. Ну, в общем, было много ударов ногами, что для ММА не сказать бы, что типично. Вот, нетипично, да. Ну, это лёгкий вес, другая динамика, хорошие скорости, хорошая вообще ударная техника у обоих спортсменов, которая позволяет и по правилам ММА работать очень уверенно. Именно достаточно удар. Соглашусь с вами, сложная техника именно ударами ногами. И бросок всё-таки проводит представитель клуба имени Базарганова и, оказывается, сверху. Посмотрим, насколько успешным будет продолжение данного боя. ММА пытается Магомедов сейчас забрать руку, но нет, наверное, не получается. Халиков уже в доминирующем положении и находится за спиновый соперник. То есть здесь Халиков может атаковать, причём атаковать безответно. Да, спортсмен взял спину и пытается провести удушение. Посмотрим, удастся у него ли это или нет. Попытка не удалась, и оба спортсмена продолжают поединок в стойке. Но ненадолго. Опять происходит сваливание и работа в парке. Ну, я смотрел за бойцами клуба имени Базарганова. Конечно, у всех хорошо поставлена борьба. Не помню я ни одного спортсмена, кто представлял этот клуб и проигрывал бы своему сопернику в борьбе. Да, соглашусь с вами. Старшим тренером клуба Базарганова является Дулманаб Нурмагомедов, а отец и тренер Хабиба Нурмагомедова. Как мы знаем, это одна из лучших школ именно постановки борьбы и школы, выращивающие спортсменов, которые работают на самом высоком уровне в панкратионе, в МММ. Мы видим удар локтями. Не очень осторожно повернулся Магомедов спиной прям к сопернику. И посмотрите, на удушающий выходит. Я думаю, что здесь-то болевой прием должен быть, вернее, извиняюсь, удушающий, да, удушение должно быть проведено. И сдача. Ну, в принципе, так, академично разобрался Халиков только что со своим соперником. Начало было в этом бою равное, но уже когда оказались в партере, здесь класс Халикова сказался. Не знаю, там есть, выше он по классу или не выше, но то, что он сейчас сделал, то, как он, вернее, провел этот поединок, можно сказать, что это боец высокого хорошего уровня. Ну, во-первых, это для этого спортсмена хорошая визитная карточка, чемпион этого Кубка Москвы. Я считаю, серьезный, хороший старт для дальнейших побед. Я извиняюсь, Мурат Магомедов, путаница произошла, потому что он был первый. Я вышел в синих шортах. То есть здесь уже нету, да, такой градации, как красные шорты и синие шорты, да? Здесь надо смотреть по лентам, которые находятся на перчатках спортсменов, так как это профессиональные поединки и форма одежды по цветам здесь не... Все, я извиняюсь перед телезрителями, просто не знал этого нюанса. Я снова... ...опомяную полуфинальные поединки. Да, там, смотрел на шорты, то есть я еще раз извиняюсь. То, что мы говорили про Магомедова применительно к Халикову, то, что мы говорили про Халикова применительно к Магомедову. А также весовой категории 57 килограмм превышаются спортсмены, занявшие третье место. Аданов Магомед Гератшин. Пол правилы турнира в каждой весовой категории по два третьих места. Так, ну, два третьих места. Ну, еще раз хотелось сказать, что это открытый Кубок Москвы и, в общем-то, основная борьба идет здесь за обладанием, за званием обладателя Кубка Москвы по Панкартиону. Поэтому здесь нету боев за третье место. И оба спортсмена, дошедшие до полуфиналов и проигравшие в них, завоевывают третье место. Турнир достаточно сложный. Мы видели с вами очень много интересных, перспективных бойцов, которые, я надеюсь, в ближайшее время будут пославлять российскую школу смешанных единоборств не только на территории Российской Федерации и всего постсоветского пространства, но и за границей, за рубежом. Мы видим, что Абдул Манаб Нурмагомедов награждал бойцов в этом поединке. Напоминаю, что Мурат Магомедов стал победителем, Гусан Халиков занял второе место. Мы готовимся к поединку между Шамилем Магомедовым и Роскубеком Ибрагимовым в категории до 61 килограмма. Шамиль Магомедов представляет куб имени Базарганова, Роскубек, Ибрагимов, Айхол Манас из Киргизии. Итак, Шамиль Магомедов против Роскубека Ибрагимова. Опять же записано, что Магомедов мастер спорта, а Роскубек кандидат мастера. Восьмигодник приглашается Роскубек Ибрагимов. Магомедов Шамиль Магомедов Шамиль Мастер спорта воспитания клуба имени Базарганова Республики Дагестан. Принер Магомедов Абдул Манап. Магомедов Шамиль является серебряным призером чемпионата мира по боевому самбо 2013 года, который проходил в Москве в декабре в универсальном спортивном комплексе Крылья Совета. В синей форме спортсмен 1993 года рождения, представитель спортивного клуба имени Базарганова Республика Дагестан. Мастер спорта, тренер Нур-Магомедов Абдулманап Шамиль Магомедов Его противник спортсмен 1991 года рождения, кандидат мастера спорта, представитель спортивного клуба Айкорь Манас Республика Дагестан, тренер Аберакулов Нургазы Раскубек Еврагимов Ну вот мы сейчас посмотрим противостояние российской школы Панкартиона против школы Панкартиона Республики Кыргызстан. Ну начинается поединок категории до 61 килограмма я напомню Ну так начинается поединок неспешно но учитывая, что категория-то ну не крупная то скорее всего поединок должен получиться таким энергозатратным зрелищным думаю, что будет много активных действий много ударов много борьбы У спортсмена не пытаются форсировать события идет так называемая пристрелка разведка пытаются спортсмены прощупать друг друга с помощью ударов найти слабые стороны соперника и навязать свой стиль поединка времени достаточно регламент поединка в два раунда по пять минут с возможностью экстра-раунда увидим достаточно вязкую борьбу в партере шамей-то шамей-магомедов шамей-магомедов находится сверху на мере скрутить пятку на мере мы видим что попытка в итоге оказалась нерезультативной попытка нерезультативная и поединок возобновляется из стойки попытка удара ногой со стороны кыргейского спортсмена российский спортсмен прихватывает ногу и переводит поединок в партер контролирует данную позицию ну Рескулбек достаточно удачно защищается прихвачена у Шамиля шея не дает возможности Шамилю который находится сверху развивать атаку сейчас Шамиль как мы видим находится сбоку то есть Рескулбек не может защищаться пока ногами не может охватить свой соперник то есть я думаю что позиция у Шамиля довольно перспективная но времени до конца мало наверное то есть нет у нас секундомера но я думаю что не больше минут может быть не многим больше минут остается и вряд ли Шамиль просто сможет развить свой успех идет последняя минута поединка ну вот Рескулбек подворачивается берет так называемую позицию гарда то есть обхватывает ногами корпус своего оппонента видим ударную технику головой опять то что присуще только поединкам по профессиональному панкардиону вообще вот техники коротких ударов именно головой локтем они я считаю кардинально меняют вообще рисунок поединка во первых мое мнение что введение этих техник убирает преимущество борцов которые очень сложно остановить длинным рычагом то есть более эффективная техника конечно против борца и поддара коротким рычагом коленом или локтем завершается первый раунд на мой взгляд все-таки Шамиль Магомедов в первом раунде был уж доминировал то есть больше находился сверху наверное 10-9 правильно система же подсчет очков 10-9 а в каких случаях 10-8 вы даете то есть если было явное преимущество 10-8 это когда один из спортсменов полностью доминирует весь раунд и очень близок к досрочной победе ну то есть можно сказать что один из спортсменов просто в течение всего раунда только защищается и просто выживает тогда да 10-8 то что часто бывают спорные моменты по раундам например в один раунд выиграл один но с явным преимуществом то есть как мы говорили 10-8 да в следующем раунде бензин у него закончился и он проигрывает но не с таким значительным отрывом преимущества здесь конечно тоже надо смотреть на рисунок боя на состояние спортсменов если есть возможность добавить третий экстра раунд то в основном вот на моей практике мы это делаем то есть все-таки задача основная поединка по системе по крейтиону это выявить победителя не просто провести как делают некоторые промоушены бои для галочки проводят два раунда по пять минут и быстрее спешат поднимать руку или объявлять ничью все-таки здесь задача выявить сильнейшего именно на данный момент и и правила и все судейские моменты они настроены именно вот на это хотел отметить что перерывов между раундами профессиональном панкратионе составляет две минуты то есть бои более плотные для того чтобы спортсмены больше восстановились по правилам профессионального панкратиона федерации панкратиона до Москвы мы даем две минуты чтобы ребята восстанавливались и показывали более зрелищный и динамичный поединок я думаю да во многом это наверное и правильно уже две минуты за две минуты люди могут восстановиться в принципе провести второй раунд практически такой же как и первый если мы говорим о спортсменах высокого уровня вообще Дмитрий ожидаете ли много досрочных побед в финалах или нет вы знаете скорее всего 50 на 50 я скажу так к сожалению мне не удалось посмотреть полностью турнир но из тех поединков которые я видел я видел очень много спортсменов высокого класса высокого уровня с хорошим будущим и в финале сейчас действительно встречаются сильнейшие спортсмены на данный момент именно на данном турнире они доказали своими поединками за выход в финал было очень много досрочных побед были болевые удушения были нокауты то есть я считаю что турнир вообще удался и логическим завершением финальные поединки здесь конечно цена ошибки очень велика поэтому спортсмены будут конечно стараться завершить поединок досрочно посмотрим позволит ли сделать это их оппоненты можно сказать что в принципе Шамиль Магомедов совершенно явно это борец и как борец по уровню выше чем соперник который раз Магомедов сверху оказывается и который раз вот коленом атакует Роскулбек но и уже второй раз на моей памяти этот удар оказывается не очень что ли правильно потому что в итоге Роскулбек внизу я считаю что изначально с детского возраста лучше конечно и намного эффективнее учить людей именно бороться то есть ставить именно технику борьбы как в стойке так и в партере вот и постепенно уже с тем как спортсмены взрослеют дети вот уже постепенно вводить ударную технику я все-таки считаю что базовым видом спорта должна быть какой-то какая-то борьба это может быть и вольный классик и дзюдо и самбо просто специфика например дзюдо и самбо она немножко другая так как поединки то есть схватки по дзюдо и самбо проводятся в одежде здесь конечно момент перехода с захвата и с умением бороться на одежду без одежды он конечно определенные сложности есть но спортсмены многие как бы справляются с этим и отлично применяют техники этих школ именно смешанных поединков и потом в маленьком возрасте ударная техника особенно по голове но она ни к чему хорошему не приведет все-таки дети есть дети хотя в каком-то ограниченном моменте обязательно нужно ее давать потому что если грубо говоря происходит механическое слияние техники борьбы и техники бокса я считаю это вчерашний день уже подросло поколение именно спортсменов универсалов которые думают как универсалы которые с самого начала занимаются смешанным единоборством и мышлением именно у них как у бойцов именно смешанного стиля то есть он понимает цену удару цену броску и не механически их складывает а применяет в зависимости от той или иной ситуации которая сложилась в поединке то есть основное все-таки здесь это конечно мышление спортсмена ну вы согласитесь что именно в детстве да то есть лучше человеку например пойти допустим в школу вольной борьбе чтобы хотя бы какой-то навык получить а потом его просто оттачивать в секции ММА где будет отдельный тренер по боксу отдельный тренер по смешанным единоборствам знаете вольную борьбу я вообще считаю универсальным видом спорта потому что смотрите первое что такое вольная борьба это умение держать центр тяжести центр тяжести позволяет вам не давать перевести себя в парта тому же самому грэплеру да и центр тяжести помогает вам если вы умеете выдержать стоять стойки применять ударную технику то здесь я считаю вольная борьба даже хотя она не имеет окончательных приемов болевых удушений она очень универсальна и как база для смешанных единоборств я считаю здорово подходит вольная борьба опять же работа именно на захваты на голое тело без курток это тоже дают большие плюсы потому что вольник и дзюдоист опять же привыкшие работать на одежду по-разному они делают захват и перестроиться с захвата без одежды на одежду намного сложнее чем наоборот здесь я с вами соглашусь да еще наверное ну правильно да ну уже то есть если мы говорим про какие-то современные да веевеяния моды моду что когда есть отдельный тренер по ударной технике отдельный борец человек который это все совмещает люди да то есть уже отдельные тренировки потому что я видел в некоторых залах допустим борец тренирует отдельно людей по ударной технике ну это тоже наверное нельзя серьезно к таким тренировкам относиться когда базовый борец объясняет представителям ММА как нужно бить вот но сейчас как мне видится бой завершен Шамиль Магомедов бой выиграл находился сверху может быть победа не получилась яркая но я думаю что она была уверена и по очкам Магомедов совершенно точно победил соглашусь с вами большую часть поединка Шамиль контролировал его атаковал делал переводы постоянно находился сверху я думаю что все согласятся с нами победу победу кто палом одержал Шамиль Магомедов поздравим Шамиля он становится обладателем Кубка Москвы по панкартиону Москва по панкартиону я хороший парень давно наблюдаю за ним немножко ему не везет в каких-то моментах но парень очень работящий был вместе с ним на сбор видел как он Паша парень молодой так что основные победы у него еще впереди я тоже от себя поздравлю Шамиля Магомедова не просто ему пришлось на этом турнире но победа была одержана Категории до 66 килограммов Салман Салимханов и Мурат Рамазанов сражаются до 93-го года рождения Салман Салимханов и до 95-го спонсоров турнира генеральный спонсоров турнира компания Рамазанов спонсоры Rdx Sport Energy логистика и компания FN Time Салман Салимханов представитель московского клуба Спарта мастер спорта в 2013 году стал чемпионом России по боевому самбо версии федерации боевого самбо в России причем в финальном поединке он встречался с бойцом который поступал в самом престижном промоушене мира UFC и это с Азаматом Гашимовым и одержал уверенную победу болевым приемом на руку так что тоже Салимхан Салман Салимханов интересный спортсмен советую обратить на него внимание